Всем привет! Вы смотрите Sapien Channel. Вы на верном пути! Очень важный момент в записи ритм-гитары это дабл-трек. И сегодня мы запишем партию гитары и попробуем уложить ее в микс. Создаем новый трек. Для этого открываем либо меню Insert и жмем Создать трек, либо нажимаем горячие клавиши Ctrl-T. Назовем его, чтобы не путаться, пусть будет трек. Чтобы активировать трек для записи, жмем на вот эту кнопочку с красной точкой по центру. Теперь удостоверимся, что мы пишем действительно моносигнал и с левой стороны. Для этого жмем правой кнопкой мыши по кнопке Запись, видим всплывающее меню и смотрим графу Input. То есть, если бы нам нужна была запись стереопары, мы бы выбрали режим Stereo, а в данном случае мы пишем Mono, левый канал. Чтобы записаться в темпе, выкладываю на дорожку MIDI Groove. Разумеется, писать я буду не один такт, а поэтому жмем правой кнопкой мыши по MIDI объекту, Item Settings и уточняем, что у нас поставлена птичка Loop Item Source. Это означает, что когда мы потянем за объект с правой стороны мышью, объект будет клонироваться. И на выходе получаем вот такую длинную дорогу, под которую можно ровно и ритмично наигрывать материал. Ну и разумеется, если вам не хочется играть под барабаны, в Reaper есть функция метронома. Вот включается он, надавив левой кнопкой мыши на эту кнопку. А нажав правую, мы увидим окно с его параметрами, где можно выставить размерность и прочее. О записи говорить не будем, давайте просто сделаем ее. Я записал не совсем стандартный деблтрек, где левая и правая дорожки повторяют друг друга. Здесь партии разные, но на технологии это никак не отражается. И, собственно, можно уже приступать к монтажу. И вот, спустя некоторое время мы получили несколько аудиообъектов с основными составляющими будущей партии гитары. Звук желательно нормализовать. Для этого либо вызываем меню объекта, двойной клик, либо кнопка F2, жмем кнопку нормализовать. Либо пользуемся горячими клавишами Shift-Ctrl-N. Как видите, наиграно, чуть кривовато, но исправлять мы будем немножко позже, пока нужно сложить саму партию. Следующий кусок. Режем объект горячей клавишей S. Удалить, соответственно, дэлотом. Напомню, что при включенной привязке к сетке, чтобы слегка подвинуть объект, зажимаем кнопку Shift. Дальше. Чтобы растянуть объект по темпу, беремся за край и тянем с зажатой кнопкой Alt. Ну так, вроде ровнее. И вторая партия гитары. В общем, кусок мы собрали. Дэблтрек у меня собран по стандартной схеме. Одна гитара полностью слева, другая гитара полностью справа. И оба канала играют в подгруппу, на которой сейчас никаких обработок. И векторскоп показывает вот такой рисунок. Сейчас попробуем уложить гитару плотнее в микс. Для этого берем эквалайзер. Я, как обычно, беру свой любимый E.E. Pro. И включаем его в режим Mid-Side. В этом режиме у нас отдельно эквализируются моно и стерео составляющие звука. Как обычно, отрезаем все, что ниже 100 Гц, чтобы оно не конфликтовало с басом. И немножко прибираем громкость моно составляющей сигнала, чтобы освободить центр. Видите, как изменилась картина? Звук ушел из центра. Конечно, характер его тоже изменился, но в полноценном миксе это ощущаться не будет. Зато ударные басы и вокал станут читаться намного лучше. Теперь сравним. Эквалайзер выключен. Теперь включаем. И послушаем все это в миксе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И снова ничего сложного. Мы отработали довольно стандартный принцип записи даблтрека. Единственное, на что стоит обратить внимание, это то, что мы прижали моносоставляющую звука гитары и освободили место для других инструментов. Если у вас есть вопросы, пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и, разумеется, подписывайтесь на наш канал. Если вы это сделаете, то я пойду спасать меня. Ну, это сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тогда полкило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА